приветствую гостей и подписчиков канала сегодня я вам покажу как я продолжаю делать мастерскую из гаража гараж у меня старый остался от отца я его сначала расхламляла переделывала верстаки как мне надо сделать под себя делала большой стеллаж делала столье под станок потом я делала под металл стеллаж это в предыдущих трех видео было сегодня я продолжу делать покажу мне надо его утеплять так как гараж у меня холодный нём обычно температуру воздуха как кружащие следы как на улице так и в гараже то есть единственный плюс только то что там дождь не заливает тепла там нет и причем греть это про про помещение бесполезно почему сейчас я вам дальше покажу вот все увидите гараж как где вам показать вот эти вот например стены они два кирпича я не думал что большая теплопотеря меня тот будет заделать он тут щель вон то окно и основная теплопотеря у меня это вот потолок такой вот у меня там дальше рубероид и шифер я хочу в этом году вот пока не наступили морозы утеплить потолок это маленько попозже будет делать и ворота еще вот эту дверку она тоже металлическая есть у меня внизу продух я его заделывать не буду саму дверь утеплю и вот это вот ворота сейчас я буду вам показывать как сделать вот такие вот ворота утеплить гараж я еще раз говорю мне старый уже давно народом тоже много лет я сейчас просто так обняла маленько почище были вот здесь вот внизу я маленько подкрашу ржавчина ржавчину убрать смотрите чем я буду утеплять купил я вот такой вот термоплиты фольгированные сейчас покажу купил я брак там на нас эти подавалось несколько пачек брак вот одна пачка тот пришла удивить и у них повреждена упаковка и края соответственно повреждены на одной пачке достаточно сильно а вторая пачка пришла прям такая почти целая ничего на дне нет такого вы знаете знаете разница в цене было значительно на полторы тысячи разница я все равно буду резать меня здесь видите ворота секции каких-то сделан вот-вот дверка открывающийся она будет резать есть вот тоже узкое пространство здесь пошире мы все равно надо будет резать ну и на потолок у меня тоже соответственно смотрите у меня здесь вот например узкая секция здесь шире секция здесь секция такая достаточно широкая здесь посередине самой широкой секции там опять дальше идут все меньше и меньше уже и уже это тоже все равно по-любому будет резать сейчас я вас для начала зачищу низ ворот вверх центральная часть все хорошо покрашена там краска не не ржавчины нет а вот внизу то достаточно близко к земле зимой снег влажность даете дали себя знать низ ворот ржавчины достаточно сильная не глубокое но ошметки есть так начала зачищать так и здесь маленько тупанула села без маски полетели ошметки чуть без глаз не осталось не забывайте соблюдать технику безопасности не делайте как я блеска я их не чищу просто снимаем в трючатину под покраску внизу где не смогла подлезть болгаркой я просто щеткой металлической зачистил что отвалилась то отвалилась что не отвалилась просто покрасил вату ворота занималась тут вот то что вот об этом что вошло в это видео я делала две недели видите здесь я еще сижу на стульчике а потом вот я уже когда уже там делала время само утепление у меня все-таки нервное окончание ожили я стала приседать я такой я очень рада то есть меня просто я постепенно нервное окончание восстанавливаются сейчас я буду подготавливать доски тут конечно нужен брус в идеале у меня его нет поэтому буду пилить доски я их размытила сейчас буду пилить подстолья и пилу я тоже делала вернее пилу я сама не делала я ее купила на деньги которые выручила от сдачи металлолома там было много металлолома тоже предыдущих видео рассказывала и показывала а вот сама подстоль я делала сама тоже предыдущих видео научилась сварки в процессе расхламление этого гаража давно хотела теперь мне это очень процесс очень понравился подстолье тоже еще не доделано его так на скорую руку сделал вот эти доски чтобы мне можно было продолжить заниматься гаражом потом будет время я доделаю доведу дома доски у меня старые тоже не новые сейчас пока новую ничего не покупаю для этого в принципе все есть еще вещи чего можно сделать доски лежали в огороде накрытые стопкой но они такие грязненькие и немножко плесенью покрыты не влажные но надо зачистить диск лепестковый мне очень понравился если надо вот прям не не до гладкости а вот так сшибать грязь очень удобно и в принципе с более серьезными работами такой диск справляется болгарку тоже покупала вот не более давно на аккумуляторе у меня на проводе была а вот на аккумуляторе чтоб с проводами не возиться особенно если на улицу выйти быстренько чем-нибудь почистить очень удобная штучка рекламировать не буду конкретно какой бренд это как бы просто пришла в магазин купила первым попавшись в магазине а на сайте marketplace но удобно аккумуляторные инструменты очень все таки удобные так зачистила теперь мне эти доски мне надо распустить пополам на брус провела линию идеальной ровности мне тут не надо в этой работе поэтому я просто без линейки режу проведенной линии тут у меня сейчас доска уже будет в камеру упираться поэтому я ее сейчас переверну так то можно было просто и до конца привести но уперлась в камеру видео стойко от видеокамеры удобная пила мне нравится и сама пила недорогая в пределах 9000 кстати вот такая пила сейчас посмотрела в магазине не более давно была 13000 то есть подорожала когда я покупала в начале лета она была около 9000 не помню точно цену но удобная штучка да в предыдущих видео видео я вот этот стеллаж делала под металл я тут все-таки докупила эти заглушки правда они черные но я может потом подкрашу конечно но не суть важно на самом деле просто чтобы края были не острые надеваю быстренько так профиль до квадратной 40 на 40 и заглушки соответственно 40 на 40 в предыдущих видео показывала как делать этот стеллаж такой стеллаж из остатков профиля так так вот смотрите то что я резала выпилила брус я его прикрепила к воротам а к самому к самим воротам твить я просверлила дырки в уголке и на саморезы посадила саморезы обычные по дереву сделал такую вот рамку вот это центральную просто уголками а вот верхние она тоже при 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 деланных самому уголку сверху тут я лепила лепила так купила вот такую насадку да это деревянные бруски я их тоже обработала это пока не показывала господи как она называется жидкость обработала дерево чтоб не гнило красить не стала просто обработала так сейчас возьму пистолет 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 такой многоразовый используем бывает пластиковые там одноразовые а эти чтобы можно было мыть много раз использовать пистолет Сначала я прикреплю две целых плиты, у меня как раз там встанут. А дальше я буду резать. Я немножко тут тоже тупанула. Сначала в идеале надо подготовить. Вот то, что надо нарезать, надо нарезать, примерить, чтобы потом быстрее. Потому что засоряется, сохнет пенка быстро, пистолет засыхает тоже достаточно быстро. В идеале надо сначала подготовить плиты, а если их надо резать, то все-таки порезать. Хотя бы просто приблизительно прикинуть, как они будут лежать. Сейчас я вам покажу, как я две плиты вот этих просто целиково приклею. А когда уже резаны, там мне уже снимать некогда было. Я уже там бегала пошустрее. Снимать было некогда. Так. Пистолетом и пеной. Эту работу я выполняла первый раз. Для меня это было в новинку. Разбиралась по ходу. Просто пистолет накручивается. Там инструкция все написана. Кто-нибудь тоже так же, как я не делала ни разу. Но надо накрутить на пистолет, стряхнуть, трясти немножко. По крайней мере, там так написано. Не знаю, надо было это делать или нет. И все. И начинаем работать. Тут маленькая шкривенька все. Потом я все-таки приладилась к пистолету. Там тоже в инструкции написано, что пару минут выждать, прежде чем клеить. Поэтому я тут сразу сначала решила одну намазку. Вернее, намазать две. Их приклеить. Но вообще дальше я уже ничего не выжидала. Просто брала, клеила, мазала и приляпывала. Они не сползают, не отваливаются. Просто пока там сколько-то, в течение какого-то, скольки-то минут их можно двигать. И я, когда клеил, допустим, следующее, предыдущее, маленько поправлял. Так пока проходил. Но не стояло, не держало. Они никуда не деваются. Да и застывает достаточно быстро. Так, вот одну прилепила уже. Надеюсь, ее еще можно поправить. Сейчас покажу вторую. Вот эта воротина, значит, такая более-менее ровная у меня. Тут от плиты ложились ровно. А вот правую часть, когда делала, там какая-то она немножко перекошенная. Приходилось как-то их выправлять, когда клеила. Все, пошла следующее делать. Так, одна у меня, один баллон у меня закончился. Первый. Сейчас я тоже покажу, как чистить пистолет. Потому что, если его не почистить, не помыть, он засыхает, и все, можно выкидывать дальше. Тоже вот такой баллончик продается. Очиститель пены. Именно свежие пены. Им сразу надо пользоваться. Как только закончили работу, сразу почистить. Просто попшикать несколько раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока еще тепло не держится в гараже Поэтому все время в перчатках Шапка, куртка, холодно И нос мерз Лицо замерзало Кисточку я тут тоже почищаю Знов, который ворот красила Так, сейчас я вам покажу Насколько у меня хватило одного баллончика Вот видите, практически все плиты Почти все я приклеила Основные на ворот Стыковала, резала Оставляла щели, чтобы запенить Буду в один слой Второй слой не буду делать Тут достаточно тепла, хватит Главное, чтобы не сифонило Не выдувало тепло Полностью из гаража делать термос Сейчас я не буду Так, теперь у меня задача Я сделала, по сути, центральную часть плитами А чтобы проклеить Пропенить края Где ворота соприкасаются со стеной Просто если нанести пену То ворота приклеятся прямо к стене И потом будет геморройно Открыть, прорезать Там не везде видно Потому что у меня там калитка Стыковка этих железных листов Мне надо разметить Разделить То, что мне надо запенить От того, что не надо запенить Сейчас я вам покажу, что я тут придумала Леплю Так, взяла остатки пеноплекса И к стене приложила картон А вот этими кусочками я, чтобы Закрепила Потому что, допустим, скотч По бетону не клеится Поэтому я вот так вот вышла из положения Придумала Такими кусочками я прокладывала И Закрепляла Картон Так, видите, я тут уже прошлась Пеной Опять Тут в этом кусочке я не засняла Как я делала Там дальше будет видно Просто Снимать, по-моему, неудобно А пена засыхала У меня тут Оставалось немножко Я тут как раз баллона Один баллон у меня вот еще ушел На вот эти дела Тут маленьких витей не хватило Тут вот не хватило Но я не стала тут сделать Потому что тут мне нужно Картону прокладывать Чтобы не заклеить калитку Вон, я потом была открыть Так, пока ворота сохнут Буду делать вот эту калитку Ну, это Бергесова Со стороны огорода Ребята, я тут, конечно, тоже тупанула Не надо так делать Сразу все запенивать Закрывать сразу оба входа Я его тут сделала А потом выйти не могла Мне пришлось в гараже сидеть Торчать, ждать Там чего-то делать Чтобы Пена Пена Подсохла Естественно, надо сначала Было мне ворота Запенить На следующий день делать Калитку Но я Я тут торопилась Из-за того, что на улице Холодало Обещали Парагноз погоды Обещала Заморзки Так, видите, проложила еще дальше Так, это я калитку уже так же прокладываю Как делала ворота Так, так так вот смотрите у меня сейчас такой клей теперь я купила нет он закончился но был ты пузырька клетка крутишь и купила разница в том что здесь вот температурный режим использования от минус 10 вот у меня был от ноля сейчас уже на улице холодно у меня тут уже несколько дней никогда мне было делать не было некогда дел было много помимо работы то что я делаю сейчас я буду вот остатки вот эти вот запенивать то что-то у меня здесь недоделан осталось а 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 Продолжение следует... 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 чтобы можно было здесь не умереть, а дышать нормально. Кстати, вот видите, у меня уже сейчас минусовая на улице погода. Ноль, ну пусть будет ноль. Здесь уже теплее. И у меня сейчас здесь стоит печка, поставила на такой вот вентилятор. Раньше, когда вот тут вот была такая вот большая дыра, ворота были открыты, это вообще не помогало. И вообще бесполезно было греть воздух, все выдувалось моментально. А сейчас, учитывая, что здесь вот открыт, здесь открыта вентиляция, все проветривается, все равно воздух теплый, здесь в принципе нос уже не мерзнет. Достаточно, вполне стало так комфортно уже. Плюс я еще хочу сделать вот этот угол, освободить ноту, это, господи, как он называется-то. Слушай, я забыла, как это называется. Для теплиц, укрытие для теплиц. Тут маленький остаток лиц, лист у меня лежит, его надо будет убрать. Здесь вот у меня стоит холодильник, в нем лежат всякие прибамбасы для красок. Я его тогда не стала разбирать. Некуда было ложить, я пока оставила его. И вот этот шкаф, ящик металлический, тут у меня лежит инструмент. Пока. Я его тоже пока не стала убирать. Но этот вот угол надо освободить, я его освобожу. И здесь у меня будет стоять, ну, здесь угол достаточно большой получается, видите. Здесь я поставлю печку. Мне надо будет варить печку. Сегодня будет хорошо. И тогда я, можно будет, как приду, сначала включить, пока растапливается печка, включить пушку тепловую. Маленько воздух нагнать стеклой. Потом печка и будет у меня вполне комфортно. Можно будет уже делать. Так, смотрите, сейчас я здесь делаю угол. Уберу сюда. У меня здесь этот угол освободился. Этот угол мне для каких-то работ не нужен, по сути. Сюда можно что-то стационарное поставить. То, что выкинуть нельзя, но занимает место. Так, вот эта вот конструкция, это какой-то агрегат моего мужа для работы стоит. Давно уже. А это вот у меня стол, трубогиб мой. Сейчас маленько-быстренько тут поразбираю тоже, по крайней мере, рыбацкие принадлежности. Тут купила пластиковые коробы в магазине. Хочу... Я когда разбирала гараж, я возненавидела рыбаков на самом деле. У нас где только не валялись эти катушки с лесками, крючки, чего только не было. Я эти крючки столько раз отдирала, тот перчаток, то еще от чего-нибудь. Я их хочу сложить вот в один из контейнеров, в два контейнера, потому что в один тут явно не уберется. Плюс у меня там еще есть ведерки со всякими гвоздиками, саморезиками старыми, которые просто отдельные что-то какие-то... Пока, не знаю, пока не могу я предположить, куда я их положу. Пока потихоньку так вот здесь поразбираю. Да, кстати, хочу сейчас ответить на некоторые вопросы, которые мне стали задавать после того, как я стала выкладывать видео про гараж. Про сварку, про металл, про всякие там такие дела мужские. Все стали жалеть моего мужа. Залеть его не надо. Все у него хорошо. У нас просто так заведено. Причем это заведено вообще было в моей семье именно. И пошло это именно от моего отца. У нас такая ситуация была. Мама с папой работали оба. Отец работал на стройке, он работал всегда в день. А мама работала по сменам. Там были и ночные смены, и дневные, и с утра, и вечером. И у них так было заведено, что кто дома находится, тот и готовит. Никогда не было такого, чтобы, например, мама пришла с работы, а отец ничего не сделал. Даже элементарное, хоть что-то, все равно что-то было сготовлено. И вот все, видимо, привычки идут из детства. Поэтому и в моей семье сейчас именно так происходит. Кто на работе, вернее, кто дома, тот не готовит. Муж у меня работает много, у него работа работает в день, работа у него тяжело достаточно. У него приходит вечером. Естественно, я днем, прежде чем уходить в гараж, что-то готовлю. Нет такого, чтобы я вот такая вся ушла. Мужчины, на самом деле, в этом плане проще. Они просто с утра, вот там ушли в гараж, и могут зависать там целый день. Нет, женщине в этом плане сложнее. Естественно, я сначала что-то сготовлю покушать, потом вот уже иду в гараж. Если в выходной у мужа я иду с утра, допустим, в гараж, какие-то дела делать свои, естественно, если у меня муж находится дома, подготовит он. Потому что я считаю, что это, знаете, как сказать, это, наверное, элементарное взаимоуважение друг к другу. Это даже там не какая-то любовь, там, ах, любовь, любовь, кто-то кому-то чего-то должен. Нет, никто никому ничего не должен. Просто элементарное взаимоуважение. Кто дома, тот раскушать готовит. Поэтому не надо его жалеть, все у него хорошо, у него мужа. Все, всем всего хорошего. Сейчас уже время много, ночь на дворе. Я пойду спать. Спасибо, что вы были со мной, смотрели мои видео. Подписывайтесь. Будет еще много видео и про гараж, потому что мне там работать еще на самом деле много. Плюс я сейчас начну делать еще, мне надо сделать обручи, начну плести. Плюс у меня еще есть идеи по открытию другого канала еще. Это я уже попозже эту информацию, мне надо ее, как сказать, сформулировать в голове самой, что я хочу от этого второго канала. Потому что YouTube мне сейчас, если честно, не очень нравится. То зависает, то... Короче, и политика YouTube мне сейчас не нравится. Что-то будет на другой платформе. Либо в ВК, либо в Telegram я буду делать какой-то специальный канал. Но это... Я еще раз говорю, эта информация будет позже. Чтобы не терять меня, я под видео у меня... Оставлю ссылки на Яндекс. У меня есть YouTube, но я его не очень сильно развиваю. Все-таки я хочу перейти вообще на другую канала. На ВК или на Telegram. Сделать какую-то закрытую группу. И там вот вкладывать какие-то мастер-классы. Эту информацию я еще переварю. Потом с вами поделюсь. Все, всего доброго. Спокойной ночи, если у вас так же, как у меня, ночь на дворе сейчас будет. Всего-всего хорошего и здоровья.